Всем привет, друзья! Вы на канале Нити Истории. Танк Т-14 «Армата» — это новейшая разработка в области танкостроения России, в которой использованы самые передовые технологии и мощное вооружение. «Армата» считается танком четвертого поколения, на сегодняшний день имеющимся на вооружении только российской армии. Проще говоря, Т-14 — это самый новый и современный российский танк. При его разработке учли весь накопленный советскими и российскими конструкторами опыт. Для чего под броней «Арматы» спрятаны дробовики? Как этот танк может полноценно работать без экипажа? Что такое необитаемая башня? И действительно ли «Армата» уже приняла участие в боевых действиях в зоне СВО? Об этом и многом другом мы расскажем вам в сегодняшнем видео. Поехали! Танковые войска со времен создания легендарного Т-34 стали основной ударной силой сухопутных войск СССР. Т-34 был самым массовым танком Второй мировой войны. С ним до сих пор сравнивают свои проекты современные конструкторы бронетехники, а в американской программе ТОП-10 танков его назвали лучшим танком в истории. После Т-34 советские конструкторы взялись за танки второго поколения Т-64, Т-72 и Т-80. Создать и испытать танк третьего поколения до распада СССР не получилось. А позже помешали тяжелые экономические условия 90-х. В это время вооружение российской армии стало отставать от натовской танковой техники. Спустя годы руководство страны вернулось к теме разработки нового танка. Конструкторам поставили задачу создать такой танк нового поколения, который бы по своим характеристикам превосходил технику вероятного противника. По данным из открытых источников, разработка Т-14 началась в 2010 году. Работать над созданием «Арматы» начали специалисты Уральского конструкторского бюро. Именно их неординарные решения помогли воплотить в жизнь наработки инженеров СССР. Создать танк с необитаемой башней. Танк был разработан, чтобы заменить существующие на вооружении Т-72 и Т-90. За основу был принят проект Т-95. А перед разработчиками была поставлена задача создания принципиально нового танка следующего поколения. Впервые новинку продемонстрировали в 2015 году на Параде Победы в Москве. В 2016-м первые образцы отправились в войска, а в декабре 2021-го началось серийное производство. Точные боевые характеристики новейшего танка держатся в тайне. Но мы поделимся тем, что на сегодняшний день известно. Главная инновация – это изолированная бронекапсула, которая защищает экипаж машины от атаки и даже от детонации боекомплекта. При этом башня необитаемая. Такое решение применяется впервые в мировой практике. Все потому, что обычно башня – прекрасная мишень, а попадание в нее гарантированно уничтожает экипаж. Обзор ведется через датчики и камеры. В капсуле экипажа находятся все приборы и управление. Стандартный экипаж любого танка – 4 человека. Но армата полноценно действует и с тремя танкистами. В то же время, это первый в мире танк, созданный для работы в составе группы. Все действия координируются и управляются через единую систему. Машина начинена самой современной электроникой. Практически все процессы происходят автоматически. И это шаг к созданию полностью роботизированной военной техники. Цифровая система управления увеличивает скорость выполнения любых операций и связывает танк с любыми другими участниками боевой группы. Ну а представители Уралвагонзавода в 2016 году заявили, что танк легко можно превратить в дистанционно управляемого робота. Название танка – Т-14. А армата – это тяжелая гусеничная платформа, на которой создается как этот танк, так и еще около 30 наименований бронетехники. В армате используется двигатель, оснащенный автоматической коробкой передач, что обеспечивает возможность изменять мощность вплоть до 1800 лошадиных сил. В условиях передвижения по шоссе танк способен преодолевать дистанции до 500 километров на скорости до 80 километров в час. В то время как по пересеченной местности этот показатель составляет 50 километров в час. Танк относительно легкий. Весит он 55 тонн. Он легче, чем американский Абрамс и британский Челленджер-2, а также немецкий Леопард. Основное вооружение арматы – 125-мм гладкоствольная пушка, которая имеет автоматическую систему заряжания. Она может стрелять высокоточными снарядами, в том числе кумулятивными и осколочно-фугасными, а также мощными противоброневыми ракетами армата и ракетами типа рефлекс-М. Скорострельность танка может достигать 10-12 выстрелов в минуту. По сравнению с аналогичными пушками западных образцов бронетехники, орудие арматы имеет лучшую дульную энергию и точность стрельбы. По словам эксперта, дальность стрельбы пушки составляет около 7 километров при использовании снарядов и более 12 километров при использовании противотанковых ракет. Управление огнем производится с помощью планшетов и панелей. Вооружение танка позволяет поражать цели как на земле, так и в воздухе. Помимо основного орудия, Т-14 оснащен зенитным пулеметом калибра 12,7 миллиметров с дистанционным управлением и дальностью поражения воздушных целей до полутора километров, а также спаренным пулеметом калибра 7,62 для уничтожения пехоты противника. Разработчики позаботились, чтобы уникальный танк получил самую современную защиту. От мин армату защищает V-образное днище. За активную и динамическую защиту машины отвечают комплексы Афганит и Малахит. Благодаря радиооптическим радарам, Афганит способен перехватывать снаряды на расстоянии от 4 метров. Он сбивает их специальными дробовиками, которые расположены под броней танка. Также он может обеспечить дымовую завесу для блокировки лазерного наведения. Модули Малахита установлены также на броне Т-14. Они подрываются при приближении снарядов или ракет противника и разрушают их до столкновения с танком. Эта система эффективна от бронебойных снарядов и ракет. Сам танк защищен композитной многослойной броней. Она выдерживает попадания противотанковых управляемых ракет калибром 152 мм и бронебойных подкалиберных снарядов 125 мм. Кроме того, отсеки двигателя, бензобака и хранения боеприпасов разделены бронированными стенками. Если боекомплект сдетонирует, вышибные панели снизят удар взрывной волны. Башня Арматы автоматически поворачивается к летящим снарядам максимально защищенной частью. По слухам, свое первое боевое применение танки Т-14 Армата получили на территории Сирии. Это произошло еще до того, как эта боевая машина была принята на вооружение российской армии и фактически являлась боевым тестированием танка. Однако, несмотря на официальные заявления, никаких достоверных свидетельств того, что танк действительно использовался в боях в Сирии, пока что нет. В 2022 году Армату не видели в зоне проведения специальной военной операции РФ. В зарубежных СМИ писали, что этого танка якобы не существует, а Россия располагает только несколькими макетами. По слухам, в конце апреля 2023 года Армату увидели на позициях. При этом в России военные эксперты не связывают появление Арматы на СВО с чем-то экстраординарным. Новостные сайты сообщают, что танк был привезен в зону спецоперации исключительно для испытаний в боевых условиях. При этом важно отметить, что точных данных пока нет. Ранее французский обозреватель Шарль Лекурье описал Армату как самая неизвестная слагаемая в уравнении для западной разведки. Журналист предупредил, что западные танки М1 Абрамс и Леопард 2 не справятся с российской новинкой в случае боевого столкновения. В следующем нашем ролике мы сравним Армату с самыми известными современными танками других стран. Поэтому обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Ну а если вам понравилось это видео, не забудьте поддержать нас лайком. Также напишите в комментариях свое мнение по поводу танка Т-14 Армата.